Театр начинается с вешалки, а многоэтажный дом с подъезда. Так подумали в управляющей компании и решили украсить входные группы. В течение месяца разрабатывали проект, в результате обновили несколько зданий. Входные группы мы покрасили антивандальной краской, чтобы не расклеивали объявления. И выполнили ремонт порядка 104 домов на жилом фонде. Идея управляющей компании пришлась по нраву не только жителям этих домов, но и прохожим. Теперь на очереди обновление еще сотни многоэтажек. Везде бы так делали. Было бы отлично, хорошо бы. Мне приятно именно заходить. До этого как-то тут вообще все было облуплено, размазано. А сейчас красиво, что и сказать. Но далеко не каждый дом может похвастать такой управляющей компанией. Например, в этой пятиэтажке ремонта не видели более 20 лет. Жители решили взять все в свои руки. Получилась настоящая сказка. Возле каждой квартиры своя. История, допустим, вот этого самолета у нас началась с того, что к нам в нашу Россию приехали люди из Армении. И мы долго искали модель именно этого самолета, потому что для них было очень важно именно вот, ну как бы вот нашли эту модель, я нарисовала. Дальше они попросили нарисовать им орла, потому что, ну вот такая память, как говорится, об Армении, Армянские горы. Украсить серый подъезд Наталья решила вместе с соседкой по площадке. Купили краски, приступили к работе. Буквально сразу же участие в преображении захотели принять и другие жильцы. Дальше рисовали всем подъездом. Сначала хотели ограничиться цветами и птицами на стенах, но творческая фантазия привела к буйству красок. И сказочные персонажи украсили стояки, канализационные трубы и входные двери. Теперь в этот подъезд приходят на экскурсию. В детском садике вот приходят воспитанцы с ребятишками, они тут смотрят частенько, ну вот это сказка. Это сказка, все сказка. Всем, значит, кто смотрит эти кадры, сделайте такой же подъезд и вам будет очень приятно. На все про все у жителей ушло три месяца. Затраты с каждой квартиры заставили не более 5000 рублей. Это при том, что в подъезде еще и пластиковые окна установили. Скидывались даже пенсионеры. И теперь здесь, по словам челябинцев, настоящий домашний уют. Инна Левошина, Наталья Кудряшова, Владислав Шишмаренков. СТС Челябинск.